Привет, меня зовут Александр Головач, я юрист Фонда борьбы с коррупцией. Сегодня я, конечно, буду говорить на самую сейчас важную, возмутительную и волнующую всех тему, так называемую пенсионную реформу. В своем недавнем видеообращении Путин всех нас попросил отнестись к повышению пенсионного возраста с пониманием. Прошу вас отнестись к этому, с пониманием. Но я этого делать не буду. Вместо этого я расскажу вам, как пенсионный фонд буквально разбрасывается нашими деньгами. Это очень простая, но крайне показательная история, которая прекрасно иллюстрирует всю суть и самой реформы, и пенсионного фонда, и вообще того, как власть обращается с деньгами, которые мы ей доверили. На прошлой неделе Георгий Албуров рассказал вам о миллиардном личном состоянии главы пенсионного фонда России Антона Дроздова. Обязательно посмотрите это видео, если вы еще этого не сделали. Рассказывая об элитной недвижимости, мой коллега мимоходом упоминает про служебный автомобиль марки BMW. Об этом мы сегодня и поговорим. Когда рапортует о триумфальном росте пенсии на полторы копейки, а потом садится в служебную BMW, и едет в семикомнатную квартиру в самом дорогом районе Москвы, ну вот у него ничего не екает. Совсем недавно, 26 июня, пенсионный фонд выбросил почти 100 миллионов рублей на аренду машин. Контракт был заключен через 10 дней после внесения Дмитрием Медведевым законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму. То есть в самый разгар дискуссии и заявлений того же Антона Дроздова, что только повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии. Из документации заключенного контракта мы узнали, что одна только исполнительная дирекция ПФР, ее главный орган, никак не может собирать ваше пенсионное отчисление без шести черных BMW 5 серии 2018 года выпуска, 22 черных Toyota Camry, 4 из которых тоже выпущены в этом году, и 14 машин классом пониже. Еще 51 автомобиль арендовали для региональных отделений. Подробнее поговорим, конечно, о BMW. За аренду только одной такой машины пенсионный фонд платит 560 тысяч рублей в месяц. А за полгода на аренду одной машины запланировано потратить 3 миллиона 360 тысяч. Это больше, чем стоимость нового автомобиля из салона. Почему так дорого, спросите вы? Во-первых, потому что автомобили предоставляются с водителями, и их режим работы по контракту практически круглосуточный. 7 дней в неделю по 17 часов в сутки. И, если верить акту о приемке оказанных услуг за июль, именно столько им и пришлось работать. Совсем не щадит себя руководство Пенсионного фонда. Даже на выходных не перестают о нас думать. Так и представляю, как гостит Антон Дроздов у тещи на даче на Рублевке в субботу, а потом как вспомнит о бедных россиянах и срочно мчится обратно в офис. Думать, откинувшись на заднем сидении кожаного салона БМВ, на чем бы таком совсем необязательном сэкономить, чтобы россиянам пенсию увеличить. А еще мы посмотрели 7 последних аукционов Пенсионного фонда на аренду автомобилей. И что бы вы думали? Там буквально все указывает на картельный сговор. По необъяснимым причинам много лет подряд участвуют только три фирмы. Никому другому щедрые контракты Пенсионного фонда почему-то не нужны. Остальные даже не пытаются принять участие. При этом учредителей многое объединяет. У них у всех очень плохо с фантазией. Разные люди, а свои фирмы назвали одинаково. У одного ООО «Букет», а у другого ООО «Букет». У одного ЦБЗТ и у другого тоже ЦБЗТ, зарегистрированные по одним и тем же адресам. Цена на всех аукционах снижалась символически, как это обычно и бывает при сговоре. Не более чем на 1%. По указанным фактам мы обратились в Федеральную антимонопольную службу. Будем добиваться признания нарушения антимонопольного законодательства и передачи материалов МВД для возбуждения уголовного дела. В интернете нельзя даже найти сайта фирмы-победителя последнего аукциона. Согласно налоговой отчетности, за 2017 год в ней работает всего один человек. При этом пенсионный фонд заключил с ней контрактов уже на 350 миллионов рублей. А кроме расходов на аренду автомобилей, есть еще огромные траты на техническое обслуживание принадлежащего ПФР-автопарка. 24 миллиона рублей только за последний год. Из этих контрактов мы узнаем, что на балансе пенсионного фонда стоят не менее шикарные пара BMW 7-й серии, 1 Audi A8 и 3 Audi A6. Обслуживание в веб-залах аэропортов по всей стране и ежемесячная подписка на журналы Forbes и Esquire тоже оплачивается из кармана россиян. В одно и то же время они уверяют, что невозможно найти средства для спасения пенсионной системы и при этом цинично тратят огромные деньги на собственный комфорт. Не на какие-то необходимые вещи, а именно на комфорт и престиж. Члены правления пенсионного фонда искренне считают, что им положено такое, и это не может не возмущать. Не мы такие. Жесть такая. Но то, что бюджет годами теряет десятки миллионов еще и в результате картельного сговора при полном попустительстве или участии пенсионного фонда приводит просто в ярость. Когда они выплачивают обычным людям их же деньги в виде унизительных по размеру пенсий или пособий по инвалидности, то счет идет на копейки. А когда речь заходит про расходы на самих себя, тут гуляем и ни в чем себе не отказываем. Им даже плевать на украденные под самым носом миллионы. Конечно, этих денег не хватит, чтобы выплатить всем пенсионерам достойные пенсии. Но знаете, я бы очень хотел посмотреть, как какая-нибудь пенсионерка приходит в главное здание пенсионного фонда на Шабловке, а ей там Антон Дроздов говорит. Вы, бабушка, проработали всю жизнь на производстве, и вам полагается 10 тысяч рублей в месяц. А мне, клерку и приспособленцу, полагается полмиллиона в месяц на одну только BMW пятерочку с водителем. И еще 300 тысяч в месяц зарплаты. А что здесь такого? Мне университет в Шотландии дочке надо оплачивать. Да коммуналка какая дорогая, когда квартира 330 квадратных метров в центре Москвы. Отнеситесь, бабушка, с пониманием. Я повторю очевидную мысль. Власть обязана начинать с себя. А если она этого делать не хочет, то мы должны ее заставить. 9 сентября пройдет всероссийская акция протеста против пенсионной реформы. Принять участие в общенациональном протесте – это лучшая возможность выразить свое несогласие с повышением пенсионного возраста. Если вы будете в Москве, то приходите на Тверскую улицу в 14.00. Если в Петербурге, то также в 14.00 на площадь Ленина. Увидимся там.